Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok Мне Он нужен, нам Он нужен. 36 Псалом, 18 стих. Я хочу, чтобы вы этим прониклись. Господь знает дни непорочных, и наследие их пребудет вовек. Что такое дни непорочных? Это дни наследия. Вот что здесь сказано, что для ваших дней есть наследие. Те дни, что у вас еще только впереди, уже наполнены наследием. Ваше будущее – это будущее наследие. Почему? Их наследие пребудет, посмотрите, вовек. 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 Вам нужно держаться за это. То, что Бог мне сказал, пребудет вовек. То, чем Бог меня благословил, пребудет вовек. Оно не меняется, когда что-то давит на меня. Когда обстоятельства говорят, что оно не работает, или выглядит так, что оно не работает. Мое наследие пребудет вовек. Вот что такое вера. Но ведь не выглядит, что это работает. Потому вам и нужна вера для того, что еще не видно. Если что-то еще не проявилось, значит, нужна вера. Но я уже стоял в вере. Вовек? Раз наследие пребывает вовек, то и вера вовек. Никогда не наступит такой день, когда ваше наследие настолько проявится, что вы сможете перестать использовать веру. Нет. Вечное наследие требует вечной веры. Каждый день мы высвобождаем веру. Каждый день мы верим. Каждый день мы не отступаем. Стызя праведных более и более светлеет. Они темнеют и тускнеют. Почему? Потому что мое наследие пребудет вовек. Оно вечное. И когда наступают лютые времена, приходит что-то неправильное, вам нужно на это ответить. Мое наследие для этого времени. Ваше наследие для этих лютых дней. Ваше наследие для дней голода. Ваше наследие и для тех дней, когда все как надо. Ваше наследие абсолютно для каждого дня. Почему? Потому что ваше наследие неизменно, и оно не подвержено колебаниям времен. Аллилуйя. Аллилуйя. Как мы уже прежде говорили, каждый раз, когда приходит что-то, что не пахнет вашим наследием, не демонстрирует его, вам нужно на это ответить. Псалом 106, 2. Так доскажут избавленные Господом, которых он уже избавил от руки врага. Посмотрите, кто должен говорить. Видите, Бог сказал, что он уже избавил вас от руки врага. Теперь вам нужно это говорить. Недостаточно того, что Бог это говорит. Что Бог говорит, у меня есть дом для тебя, у меня есть бизнес для тебя. Недостаточно того, что Бог говорит, у меня есть верное направление для тебя, другое будущее для тебя. Вам нужно это говорить. Так доскажут избавленные Господом. То есть, доскажут избавленные Господом то, что говорит Бог. Доскажут избавленные Господом то, что говорит Бог. Аминь. Когда Бог сказал, что даст мне загородный дом сестры Эми Симпл Макферсон, я уж точно не могла разобраться, как он это сделает. Потому что с уходом моего мужа к Господу огромная финансовая нагрузка легла на меня лично и на служение. Я даже не вникала в вопрос дома, потому что не могла в этом разобраться. Помню, однажды я просто попыталась просчитать общие цифры, которые были мне известны. И тогда Бог проговорил мне, все необходимые деньги придут. И Он сказал, я сделаю чудо для тебя. Я не могу просчитать чудо. И вы тоже не можете. Не основывайте свою жизнь на вычислениях. Потому что чудеса не просчитать. Помазание не просчитать. Кнопка благословений не находится на компьютере или на калькуляторе. Кнопка благословений внутри вас. Аминь. Столкнувшись с нуждой, тогда скажут, избавленные Господом. Вот почему. Хотя у каждого христианина есть то же самое наследие, не у каждого христианина жизнь демонстрирует это наследие. Почему? Потому что вам нужно ответить нужде тем, что Бог назвал вашим. Вам нужно ответить нужде. Я написала книгу под названием «Ответьте». И в ней я говорю о том, как говорить с дьяволом. О том, что вам нужно отвечать мыслям. Но позвольте сказать, вам также нужно отвечать нуждам. Аминь. Просто по жизни нужды будут возникать. По причине ли дьявольской атаки или нет, нужды будут возникать. И вам нужно научиться отвечать нуждам. Когда выглядит так, что вы не можете за что-то заплатить, вам нужно сказать «Нет, мое наследие вовек». Бог уже благословил меня во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вам нужно ответить нужде тем, что сказал Бог. Поэтому очень важно знать, что Бог говорит. А это значит, что вам нужно иметь водительство Духа. Нужно знать, как Дух Божий ведет вас, а не просто принимать решение и говорить «Я ожидаю, что Бог это обеспечит». Вам нужно следовать водительству Духа. Бог сказал мне, что даст мне дом сестры Эми Симпл Макферсон. Я не стояла в вере об этом, пока Он это не сказал. Вера работает только, когда вы знаете, что говорит Дух. Аминь. Послушайте, Библия – это общая Божья инструкция для всех его детей. Но есть конкретик в вашей жизни, о которой Библия не говорит. В ней не сказано, с кем вам вступить в брак. Она не говорит, в каком городе вам жить, какой дом купить. Поэтому вам нужно научиться следовать за Духом Святым, потому что именно Он расскажет вам о конкретных деталях вашей жизни. Аминь. То, что Бог сказал Аврааму, не мог применить для себя каждый услышавший об этом человек. Это слово было для Авраама и его потомков. Филистимляне не могли, подслушав, как Бог говорил это Аврааму, сказать «Я беру это слово». Нет. Что Дух говорит вам, потому что вы не можете услышать то, что Дух сказал другому человеку, и взять это себе. Вам нужно знать, что Дух Божий говорит вам. И не начинайте действовать, пока Дух Божий ясно не покажет, что вам делать. Но знайте, следовать за Духом не значит ожидать голоса. Если у вас есть мир, Дух Святой ведет через мир. Если у вас есть мир о чем-то, я не говорю о мире в вашем уме, а о мире в вашем Духе. Это водительство Духа. Потому что бывает в Духе есть мир о чем-то, а ум при этом может терзаться. Просто игнорируйте ум и следуйте за тем, что в вашем Духе. Так вы будете следовать водительству Духа, потому что Слово говорит «С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром». Поэтому не дожидайтесь голоса, не ждите чего-то зрелищного. Если у вас есть мир о чем-то, этот Дух ведет вас это сделать. И когда у вас есть мир по поводу чего-то и появляется противостояние, скажите «Нет, не выйдет, у меня был мир об этом». Нет, вам меня не встревожить, у меня был мир о том, чтобы это сделать. И не сосчитать, сколько раз мне приходилось говорить противостоянию, говорить тревожным мыслям «Нет, у меня был мир по этому поводу, я правильно поступила, сделав этот шаг». Так что это исполнится, то, что Бог сказал, исполнится, потому что я следую за миром. Мне приходилось отвечать нужде. Почему не все христиане, владеющие одним и тем же наследием, наслаждаются им? Потому что они не научились отвечать противостоянию тем, что им принадлежит. Вам нужно сказать этой нужде то, что Бог сказал вам. Аминь. Это исполнится. Знаете, некоторых вещей я жду уже 30 лет, и я все еще держусь за это. Вы скажете, ну раз до сих пор не исполнилось. Послушайте, я способна понять, направлен ли я дороги. Я не меняю направление только потому, что кажется, что путь затянулся. Если бы мне нужно было добраться из Калифорнии до Вирджинии, а я это делала, отчасти по воздуху, летела в Оклахому и потом ехала до Вирджинии. Вы скажете, правда, что ли? Да, семейный отдых. Итак, я прилетала в Оклахому, забирала родню, и мы вместе ехали в Вирджинию. Что если бы я сказала, я в пути уже очень долго, а мы все еще не доехали? Это не значит, что вы на неправильной дороге. Это значит, что есть расстояние, за которым вас что-то ожидает. Не поймите меня неправильно. Если вы делаете одно и то же снова и снова и снова, и оно не работает, вам нужно проанализировать это. Но то, что что-то занимает время, еще не значит, что вы не на той дороге. Вам нужно знать, что вам сказал Дух. Если я в сердце знаю, что я следую тому, что мне сказал Дух, мне не важно, сколько времени это займет. Мне не важно, сколько времени это займет. Что если бы Иисус сказал, я слишком долго ждал начала моего земного служения? 30 лет. 30 лет он рос в доме плотника. И подросший он помогал в работе плотника. Он не был рожден быть плотником, но он занимался этим 30 лет. Выглядело, будто он не на той дороге. Он не был на неправильной дороге. Он просто оставался. Оставался там, куда Бог его поместил, пока не наступит время. Потому что я вам гарантирую, что обязательно придет время, когда все начнет появляться, исполняться. И если вы не будете внимательны, дьявол постарается увести вас с правильной дороги, потому что у вас нет терпения. Но, если мы не ослабеем, то в свое время, в свое время мы пожнем. Аминь. Аллилуйя. Что же я пытаюсь сказать? Одна из самых важных вещей, которую я могу вам сказать, это, когда приходит нужда, говорите ей то, что сказал Бог. Именно так вы вкусите свое вечное наследие. Вам нужно сказать нужде то, что Бог сказал вам. Иисус разговаривал с деревом, которое не приносило обеспечения. Вам придется говорить с вещами. Я разговариваю с вещами за рулем. Я разговариваю с вещами, ходя по дому. Когда что-то пытается меня встревожить, я говорю, нет, я знаю, что сказал Бог. Я никак не могу просчитать, как Бог сделает то, что Он сказал. Я никак не смогу в этом разобраться. Мы оплатим это здание. Как мы это сделаем, я не знаю. Я просто продолжаю это говорить и жертвовать на это, так же, как и вы. Я не стану ограничивать Бога из-за того, что не могу что-то просчитать. Есть и другие вещи, которые мне нужно оплатить. Как это произойдет? Это намного превышает твой доход. Я не знаю. Это не мое дело. Мое дело говорить в нужде то, что сказал Бог. Это моя задача. Не моя задача привести это в исполнение. Моя задача говорить в нужде то, что Бог сказал мне. И не сворачивать с этого пути только от того, что меняются даты в календаре. Не позвольте календарю вас одурачить. То, что проходит время, не значит, что Бог передумал. Так часто люди говорят, «Ну, я слышал, что Бог сказал мне, но это было уже три года назад». Ну и что? Если ему понадобится сказать вам что-то новое, он скажет. А если он не говорит ничего, вернитесь к последнему, что он сказал, и выполните это. Аминь. Помню, когда мне было семнадцать, сидя дома в спальне, я сказала, «Бог, в какой колледж мне пойти учиться?» И он сказал мне, «Иди в университет Орла Робертса». Я еще не была спасена. Я спаслась два года спустя, когда мне было девятнадцать, почти двадцать. И моя жизнь отклонилась от курса, так как я не пошла в университет Орла Робертса, когда Бог сказал мне по ряду причин. И когда я спаслась, первое, о чем я подумала, я знаю, что я не в воле Божьей, я знаю, что я не живу там, где должна, я знаю, что я не учусь там, где должна. И я задумалась, что последнее мне Бог сказал сделать? А он сказал мне пойти в университет Орла Робертса. Так что это слово все еще было в силе. Я вернулась к нему, выполнила его, и с тех пор Бог направлял мою жизнь. Просто придерживайтесь того, что Бог сказал вам сделать. Не важно, как много дней отсчитает календарь. Не поймите меня неправильно. Иногда люди могут находиться в непослушании десятилетиями, а потом они пытаются догнать упущенное, и что-то уже утеряно. Некоторые вещи невозможно вернуть и исполнить. Но Бог вас направит даже в такой ситуации. Аминь. А так, чтобы Он не сказал вам сделать, просто держитесь этого. Не важно, как долго кажется, что это не работает. Просто держитесь того, что Бог говорит. Аминь. Скажите нужде то, что вам сказал Бог. Аллилуйя. Нам с мужем часто приходилось это делать. Помню, однажды Бог сказал мне, «У меня есть другой дом для тебя». Мы тогда жили в собственном доме. А Он сказал, «У меня есть другой дом для тебя». С момента, когда Он сказал это, до момента, когда мы нашли тот дом, прошло 8 лет. И тут, если не знать Бога и что такое ходить верой, сказано верою и долготерпением, мы наследуем обетование. Когда Бог сказал, «У меня есть другой дом для тебя», я не попыталась на следующей же неделе купить новый дом. Я следовала водительству духа относительно того, что Бог сказал мне. Когда Бог что-то говорит, я не пытаюсь по плоти привести это в исполнение. Я следую за водительством Святого Духа, чтобы Он помог привести это в исполнение. Итак, когда Бог сказал, «У меня есть другой дом для тебя», мы не выставили на продажу тот, в котором мы жили. Мы ждали водительства духа. И прошло 8 лет, прежде чем мы нашли следующий дом. Вы спросите, почему так долго? Потому что требуется время, чтобы прийти в то положение, в котором Бог сможет перевести нас на следующий уровень. Он ждет роста нашей веры. Зачем же Он говорит нам настолько заранее? Он дает вам возможность питать свою веру, чтобы, когда наступит время, ваша вера была бы готова двигаться в этом. Если вы не будете питать свою веру, и время наступит, а вы не будете готовы в этом двигаться, вы можете упустить некоторые вещи, которые у Бога есть для вас. Итак, когда Бог что-то вам говорит, не заботитесь о том, когда это произойдет. Просто будьте заинтересованы в том, чтобы питать свою веру для этого. Просто будьте заняты подготовкой к этому, а не вопросом, когда это произойдет. Многие люди хотят знать, когда это произойдет. Просто питайте свою веру. Просто продолжайте расти. Просто продолжайте развиваться. Расти в зрелости. Аминь. И вот спустя восемь лет мы нашли тот дом. С этим связано несколько историй. Потому что мой муж сказал, я не буду платить такую цену. Я спросила, ты согласен, что это наш дом? Я знала, что это наш дом. Иисус однажды вечером встал у моего кресла в нашей гостиной и сказал мне, что тот дом наш. Видите, я не просто наобум схватилась за какой-то дом. Я следовала за водительством духа. И когда этот дом был выставлен на продажу, мы с мужем разговаривали об этом. И он сказал, я не буду платить такую цену. Людям нравится находить хорошие сделки. Но знаете что? Мне тоже нравятся хорошие сделки, но я не стану лишаться того, что Бог сказал просто, чтобы заполучить хорошую сделку. Итак, Эд был не согласен с ценой. Я спросила, согласен ли ты, что это наш дом? Он сказал, да, я согласен, что это наш дом. Я сказала тогда, ты должен согласиться с ценой, потому что хозяин не будет сбивать цену. Если ты не согласен с ценой, ты не согласен с тем, что это от Бога. Аминь? Ну, это уже другая история. В конце концов, Бог проговорил моему мужу, и он согласился заплатить цену, и тогда мы купили дом. Сегодня не будем вдаваться во взаимоотношения мужей и жен. Но, когда этот дом впервые был выставлен на продажу, другие люди тоже хотели его купить. И я слышала, что они готовы были заплатить полную цену. А Эд не был готов заплатить полную цену. И если вы продавец, кого вы выберете? Так? Вы выберете того, кто предлагает заплатить полную цену. И я знала это. Но я также знала, что я не могу ссориться с мужем, иначе Бог уж точно мне не поможет. Поэтому я просто сделала шаг назад, сказав Бог. Я сделала все, что могла, чтобы прийти к решению логическим путем. Так что теперь я просто оставляю все в твоих руках. И вот в один из дней я провожу молитвенную группу. Мы начинаем молиться, и Дух Святой говорит, пойди со мной, я хочу тебе кое-что показать. И тут я поднялась и оказалась на кухне того дома, который мы были заинтересованы купить. И за столом сидел продавец. Хозяин дома. А перед ним лежали два договора. Один за полную цену от других людей, и наш договор не за полную цену. И я услышала, как Дух сказал этому человеку, возьми этот договор, показывая на наш. Дух позволил мне увидеть, что произошло в духовном мире. И я подумала, хозяин придет и скажет, что он выбрал наш договор. Принял наше предложение. Он сообщил, что принял другое предложение. И мы с Эдом были так довольны друг другом. Я сказала, я же тебе говорила, что они не собьют цену. Зачем им ее сбивать, когда у них есть покупатель за полную цену? И вот, дом был депонирован на условный счет escrow для продажи другим людям. И дьявол колотил мне по голове сомнениями, неверием. Зачем? Пытался выбить меня из веры. Если бы я вышла из веры, даже Бог не смог бы мне помочь. И столько мыслей, столько мыслей, столько мыслей приходило. В США большинство таких сделок со счетом escrow, пока решаются все детали, занимают около 30 дней. Это же было на 60 дней. 60 дней дьявол колотил мне по голове. 60 дней. И дьявол говорил, ничего не получится, ничего не получится. А я отвечала, Бог сказал, что у него есть другой дом для меня. Иисус встал у моего кресла и сказал мне, что это мой дом. Дух Святой сказал мне об этом. Он показал мне договор. Они возьмут мой договор. Дух Святой это сказал. На следующий день снова ничего не получится. И прямо чувствуешь, как этот дом ускользает от тебя. Понимаете, о чем я? По-человечески ощущаешь, ничего не выйдет, потому что другие люди его купят. И дьявол вдалбливает тебе, ты его не получишь, ты его не получишь, ты его не получишь. И я просто отвечала на это. Нет, Бог сказал мне, что у него есть другой дом для меня. Иисус сказал, что это тот дом. Дух Святой показал мне договор, которому Он благоволил. Он указал на него. Когда Дух Святой на что-то указывает, неважно, на что указывают люди. Слава Господу! Мне пришлось это делать один, два, три, четыре, пять дней, 56, 57. И некоторые наши друзья знали об этом и спрашивали, ну как, ну как? Дом идет ко мне. Он идет ко мне. Идет ко мне. Вот как. Он идет ко мне. И кто-то говорил, ну я слышал, что все уже идет к завершению сделки с другой семьей. Неважно, что вы слышали, неважно, что вы слышали. Потому что я уже слышала. Я уже слышала. Я уже слышала. Видите, вера убеждена, что все могут измениться, кроме Бога. Вера убеждена, что любое обстоятельство может измениться, но не Бог. Вера убеждена, что любое условие может измениться, но не Бог. Когда вы сталкиваетесь с нуждой, вам нужно сказать этой нужде то, что сказал Бог. И делать это нужно не один раз, и не только в течение первой недели, когда вы все еще в восторге. А и потом, не чувствуя никакого помазания, на второй неделе вам все равно нужно продолжать говорить. Потому что вера – это образ жизни, а не мгновение. Это образ жизни, а не мгновение. Разговор с нуждами должен быть вашим образом жизни. Говорите нуждам, что сказал Бог. Говорите им о вашем наследии. Не вылезая из кожи вон, чтобы заполучить свое наследие. А осознавая, оно уже мне принадлежит. Оно уже мне принадлежит. Исцеление уже мне принадлежит. Обеспечение уже мне принадлежит. Победа уже мне принадлежит. Обстоятельства? Победа уже мне принадлежит. Я не пытаюсь ее заполучить, я не пытаюсь ее заработать, выдернуть ее из рук Божьих. Она мне уже принадлежит. Он уже благословил меня всем, чем наслаждаются сами небеса. Я вот что вам скажу. Вам нужно быть разговорчивыми. Вам нужно научиться не только разговаривать с Богом. вам нужно научиться разговаривать с нуждами, с дьяволом, не вести беседы с дьяволом, а говорить ему со властью. Итак, на 58-й день было воскресенье. Я выхожу из церкви после проповеди, и мне звонит мой агент по недвижимости и говорит, «Вы слышали?» Я говорю, «Нет, я ничего не слышала». И он говорит, «Сделка другой пары сорвалась». Но это совсем другая история. За два дня до истечения 60-дневного срока сделки. 58 дней я стояла на своем. 58 дней. И я вам скажу, дьявол хотел добиться, чтобы я сдалась. Добиться, чтобы я стала говорить что-то другое. Как бы я хотела больше этим не заниматься. Некоторые люди просто хотят облегчения. Я просто не хочу больше с этим разбираться. Послушайте, если вы хотите пробиться в полноту того, что у Бога есть для вас, вам придется с чем-то столкнуться. И если вы будете жаловаться, вы не дойдете до конца. Если вы будете ныть и желать, чтобы этого всего не было. Я просто устала разбираться с этим домом. Если бы я сказала, «Я просто устала разбираться с этим домом», я могла бы остаться прямо там, где я была. У меня был дом. Но я бы не получила то большее, что было у Бога. Каждая победа связана со следующей победой. Не забывайте этого. Важно, как вы завершаете каждую ситуацию, потому что это определяет, как вы начнете следующую. Когда я нанимала работников, когда люди только начинали у нас работать, если они работали на кого-то другого, я говорила, «Не просто уйдите с вашей предыдущей работы, но завершите там все правильно. Уведомьте их надлежащим образом заранее. И позаботьтесь о том, чтобы тот, кто заменит вас, был правильно обучен, потому что как вы завершите работу на том месте, так вы начнете работу у меня. И я не позволю вам неправильно завершить ту работу, потому что тогда вы не сможете правильно начать работу со мной». Есть честь в жизни веры. Аминь. И важно, чтобы мы не отпускали то, что Бог сказал, просто потому что мы устали от этого. Просто потому что мы устали. Мы устаем от того, что мы не отвечаем правильным образом. Каждый раз, когда я отвечала нужде тем, что сказал Бог, я укреплялась. Это слово поднималось внутри меня. Это слово духовно заряжало меня. Отвечать словом не было для меня утомительно. Просто от того, что противостояние повторялось снова и снова. Каждый раз, когда вы вкладываете слово в свои уста, оно заряжает вас, чтобы продолжать идти вперед. И если вы устали от того, с чем вы сталкиваетесь, вы не отвечаете надлежащим образом. Аминь. Бог показал мне будущее этого служения более 35 лет назад. И мне вам не передать, сколько раз дьявол говорил, ничего не изменилось за 35 лет. Неважно, какими были предыдущие 35 лет. Бог показал мне, и это исполнится. И каждый раз, когда я это говорю, что-то внутри меня, моя вера поднимается, моя вера укрепляется. Аминь. Я не устаю отвечать нуждам, потому что я получу конечный результат. Не жалуйтесь, не ищите виноватых, не говорите, лишь бы мне избавиться от этого давления. Я вам вот что скажу. Если вы будете говорить слово, слово удалит это давление. Возложите давление на слово. Перестаньте пытаться сами что-то исполнить. Вспоминать, что сказал Бог, это не давление. Когда вы говорите слово своей нужде, это снимает давление с вас и возлагает его на слово. Аминь. Когда вы своей нужде говорите то, что говорит Бог, вы становитесь сильнее, а не слабее. Вы становитесь радостнее, а не жалуетесь. Вы больше верите, а не начинаете сомневаться. Аминь. На нужду есть один ответ. То, что Бог сказал вам. И ваше дело говорить нужде то, что сказал Бог. Каждый день, постоянно, как бы часто не приходилось это делать. Каждый раз, когда приходит неправильная мысль, скажите вашей нужде то, что говорит Бог. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.